так сезон выходных блогов назначаю открытым сегодня у нас чего двадцать пятая или 24 короче выходные предпоследние выходные марта и я выбралась на ярмарке и выбралась решила срезать через парк измайлова и тут смотрю иду мимо открыли такое небольшое пространство и здесь можно пообщаться с собаками хаски можно их выгулить покормить погулять с ними друзья смотрите как это называется карусель скажите кто-нибудь в детстве когда-нибудь катался на такой на лошадку я вот не каталась как-то мне в жизни не довелось кататься на таких вещах так ну в общем то иду я сейчас через измайловский парк сходила я на хендмейд ярмарку на две ярмарки в общем то снимать там было нечего пошла воодушевиться вдохновиться идеями но на самом деле ничего там нового не было ну может быть парочка было интересных идей но как-то не айс я думала народу в плане участников будет больше наверное все таки не многие могут подтянуть аренду вот и собственно в измайлова меня приглашали я должна была участвовать но из-за того что алиска заболела я отказалась вот и сейчас уже ушла с ярмарки решила на метро не поеду народу много несмотря на то что выходной как то очень народу дофига много прогуляюсь по измайловскому парку выйду насквозь через него на шоссе энтузиастов а там на тридцатку и домой так что вот такой мой маршрут и объявляю влоги выходного дня открытыми так что теперь буду чаще снимать влоги 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 дыр скрип А озеро еще не растаяло. Кто узнал танк, напишите мне в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok Да, еще очень много снега тут не растаяло. Конечно, без листьев парк выглядит пустовато. И так как-то, не знаю, мрачно даже. Не то, что скучно. Здесь народу много гуляет. И очень много то, что воды подтаяло, снега подтаяло. Воды очень много стоит на газонах. То есть, вон прям пруды. Ну, видите, прям, можно сказать, речка вышла из берегов. Очень много воды. Кстати, у меня тут с собой пакет. Кое-что купила на ярмарках. Вам покажу потом, когда домой приду. Ну, так, по мелочи. Всякие интересностей набрала. Так, ну, озеро я прошла. Осталась еще одна треть пути. Так, ну, так, ну, так. Да, тут уже дорожка совсем не мощеная. Ну, народ ходит по заасфальтированным, по мощеным. А мне нужно прямо. Так, быстрее и времени меньше займет. Так что мне вон туда погрызи. Вот. Ну, зато никто не мешается. Иногда, знаете, хочется побыть самой собой наедине с природой. Вот, кстати, на ярмарке в Измайлово я прошла один интересный эксперимент. Ну, там, как бы, мне пока данные не прислали. То есть, пришлют в течение двух месяцев. Вот, и нужно будет еще их оплатить постфактум после получения. В общем, интересное такое мероприятие, как бы обследование, что ли, по отпечаткам пальцев. Там определяется, свою ли стезю в жизни вы нашли, на правильной ли работе работаете. Блин, ужас. Что-то на земле я не могу идти под такую грязь. Так, спереди никого, задни никого. Надеюсь, здесь маньяки не водятся среди бела дня. Ну, вообще, время пять, и еще светло. Солнце только-только заходит. Вот, в общем, я вам потом покажу результаты. Очень интересное обследование. И ссылочку оставлю на него, на, ну, какие-то контакты, там, если сайт какой-то на это мероприятие, оставлю под видео. Очень интересная штука. В общем, даже не знаю, что еще сказать. В общем, как бы сняли отпечатки пальцев в электронном виде, и по этим завитушкам, которые на пальцах определяется, ну, как я уже сказала, твое, как бы, жизненное предназначение. То есть, правильно ли ты выбрал себе работу в жизни, как тебе лучше контактировать с людьми, на что нужно обратить внимание, если ты, допустим, хочешь заняться спортом, что именно тебе мешает. Например, заняться спортом. В общем, это все заложено в отпечатках пальцев. Это очень интересно. Я в свое время давно еще проходила какая-то акция. При получении паспорта можно было снять свои отпечатки пальцев. Там, я не знаю, ну, не помню для чего, я отказалась. И вот сегодня, можно сказать, впервые в жизни прошла эту процедуру снятия отпечатков пальцев. Довольно забавная вещь. Ну, то есть, это в электронном виде. То есть, такое маленькое считывающее устройство. В электронное, электронный, как бы, такой сканер. Каждый палец туда кладешь, и он сканируется. Выводится на экран. Ну, в общем, интересная вещь. Покажу вам, когда мне результаты пришлют на почту. Так, прошла я поперек. Никого. Но мне надо дальше. Опять подсаживается батарейка. В общем, иду пока. Может быть, еще включу камеру, сниму еще что-нибудь интересное. Пока гуляю. Привет, друзья. У нас уже новый день, воскресенье. И я вчера просто как пришла после этих ярмарок. И вообще, ноги отваливаются. Так устала, не ожидала, что так устану. В общем, вот мой улов хотел вам показать. Купила две деревянные основы. Они оказались совершенно маленькие. И одна из них оказалась овальная. Но я думаю, это можно будет исправить или использовать в свое усмотрение. По ширине она где-то один сантиметр. Может быть, один и один. Ну, около того. Вот. Небольшая. Две штучки. Они были по 30 рублей. Что вообще, можно сказать, даром. Вот. Потом купила. Все-таки ходила. Ходила. Три раза возвращалась к этим ребятам. Взяла вот такой вот пазл на интеллект. Короче, надо собрать кленовый листочек. И вот тут написано. Нарисовано. Значит, вот такой должен получиться кленовый листочек. И вот такие детальки. Это такой, не знаю, антистресс пазл. Чтобы вот сидишь, мучаешься, собираешь. Но, ребят, говорят, если соберете, то есть потом вы уже будете просто посмеетесь над собой, что типа так легко, так, ну, обычно. Ничего такого. Вот. Потом еще увидела вот такой значочек. Там ребята были, у них все со значками. И вот увидела такого котенка. Не смогла пройти мимо. Решила взять. Он просто из фанеры и покрашен. Интересная идея, кстати, можно на будущее. Кто вот выпиливает из фанеры, может быть, лазером вырезает. Отличная идея. Очень хорошо разбирается. Подростки очень любят такое. Вот. И еще взяла вот такой значочек. Этот мне стоил 100 рублей. И вот этот тоже 100 рублей. Но этот я купила как бы не просто так. Не то чтобы для себя, но и для себя тоже. То есть там была, ну, вот они, по-моему, да. Визитка еще набрала целую кучу. Вот они. Ребята эти, верю в чудо. Они помогают, по-моему, детям с онкологией, что ли. Находятся они... Не помню в каком городе, скажу позже. Они мне подали... Напишу под видео. Они мне подарили еще магнитик со своим городом. Магнитик я уже повесила на холодильниках. Поэтому не подготовилась. Вот. В общем, вот такой купила значок. Тоже 100 рублей. И эти деньги пошли на благотворительность детям. Вот. Выбрала вот такой вот чудесный. Поделитесь своей... Поделись своей добротой. Вот. Ну, и, конечно, набрала кучу визиток. Тут и... Ну, вот. Просто тех ребят, которые мне понравились. У кого было что посмотреть. Ну, это как бы не реклама. Просто показываю. Кто-то вообще в интернете не продает. Просто у них есть своя страничка. Это из магазина. Вот еще вот такое увидела тоже. Вот. Думала, доли вул. Кто это делает? Огромные пледы такие. Даже не то, что огромные. Просто крупные вязки. Очень красивые. Но и цены, конечно. Вот. И вот такая девушка. Она делает, по-моему, мыло. Там у нее есть шоколадные конфеты. Это мыло. Всякие пирожные. Вот такие цветочки. И вообще очень круто. Вот. Это мне дали листовку. То, что было в... В Измайлово. А, и вот. И вот эти вот. Значочки. Значок с котиком. Вот. Такой поход у меня был. В общем-то, по впечатлениям. Не могу сказать, что мне там все понравилось. То есть, конечно, было на что посмотреть. Но в основном народу было мало. Участников было мало. Поэтому я не сильно впечатлилась. Вот. Но кое-кто. То есть, вот кого я взяла визитки. Они мне понравились. И я у них, может быть, воодушевлюсь какими-то идеями. И, кстати, помните, я вам показывала такое отвлечение. Показывала скотч, который я разрезала на части. И для чего я вам говорила, что мне нужны пустые бобинки от скотча. И я вот сейчас у меня творческий поток весенний. А бобинки все кончились дома. В итоге вот, что у меня вышло. Вот такие браслеты. Казалось бы. Ну, в общем, просто с вами поделилась. И скоро они появятся в продаже. Наверное, в начале в моей группе ВКонтакте. Может быть, потом я еще куда-нибудь их запилю. Вот. И тот, который я вам показывала уже, который вот я делала, как бы, иголкой вышиваю. То есть, вот он так и не продлился. Вот половинку я сделала. Дальше пока лениво как-то. Это очень все медленно и долго. Я, наверное, в такой технике больше не буду делать. Вот. И, собственно, вот эти, они, видите, не плоские, а немножко выпуклые. Я их взяла попробовать как раз для этой ниточной техники. Что получится, покажу. Ну, все. До новых встреч. Пока.